Велоспорта России Владимира Вагенлейтнера и олимпийского чемпиона Сергея Шилпакова помогли завершить торжественные формальности и, наконец-то, попасть внутрь нового велотрека. Масштабное сооружение построено по олимпийским стандартам. Деревянное полотно, длина трека 250 метров, современная система хронометража и удобные трибуны для зрителей. Делегация высоких гостей не скупилась на похвалу новому спортивному сооружению. Наш регион назвали точкой роста и развития велоспорта в России. Вспомнили и ветеранов-велогонщиков, и отметили преемственность поколений, передав ключи от омского велотрека юному спортсмену Никите Колганову. В компании чемпиона мира Эдуарда Рапа и мастера спорта международного класса Валентина Савицкого он сделал символический круг по велотреку. Московские гости приехали не с пустыми руками. Федерация велоспорта России передала омскому велотреку 25 новых велосипедов для скорейшего возрождения славных традиций этого спорта. Не обошлось и без спортивных гонок, спринта и кейрина. Примечательно, что в последней дисциплине выиграть соревнование удалось именно титулованному омскому спортсмену Валентину Савицкому. Своей оценкой по окончании открытия поделился министр спорта России Виталий Мутко. Это первый трек за последние 34 года, который государство построило вообще в стране. Велосипедный спорт, он достаточно, ну скажем, с одной стороны медалоемкий вид спорта. Только 10 медалей золотых на треке разыгрываются. С другой стороны, он такой, ну, который нужно прикладывать силе, чтобы развивать. И развиваться он должен в тех регионах, где есть точка роста, где есть тренеры, традиции. Этапы Кубка мира, чемпионаты Европы, конечно, здесь можно будет проводить. Но то, что здесь проходящие эмираты России, это у меня сомнения просто нет. Лидерация велосипедного спорта России уже работает над календарем 15-го года. Полагаю, что мы здесь сможем провести 3 или 4 соревнования российского календаря. И также в октябре будут первые международные старты, в октябре следующего года. Также здесь мы проведем учебно-тренировочные мероприятия, сборы. Ну, порядка где-то 80 дней в следующем году мы гарантируем загрузку. Полноценными участниками праздника стали представители других видов спорта. Акробаты, флорболисты, фехтовальщики, подминтонисты и единоборцы. Многие из них будут тренироваться именно в Омском велоцентре. Трек начинает жить. Эти прекрасные велосипедисты сегодня в движении. Поэтому я думаю, что мы будем развиваться. Очень приятно, что появляются новые спортивные объекты, которые позволят нашему юному спортивному поколению приходить в современные спортивные центры и продолжать заниматься спортом. Успели оценить велотрек ветераны и звезды омского велоспорта. Для Омска это деревянные подкрышки. Ну да, потому что Омск здесь 6 месяцев зима, а сейчас можно круглый год заниматься. Больше всего меня радует то, что расположение такое, которое займет, охватит такой пласт, который ранее никогда не охватывался территории. Сибирь, Дальний Восток, Урал. Появился трек. Здесь, я думаю, жизнь будет кишить. Все будет переполнено, куча мероприятий. В любом случае, это огромный-огромный стимул для того, чтобы появились новые чемпионы самого высокого уровня. После открытия велотрека Виталий Мутков встретился с спортивным активом региона. Амичи смогли задать свои вопросы, а губернатор Виктор Назаров в конце мероприятия вручил министру памятный подарок – микроминиатюру омского трека на кедровом зернышке. За время своего визита в Омск Виталий Мутко посетил также крупнейшие спортивные сооружения. Первой остановкой стал Сибирский государственный университет физкультуры и спорта. В компании с Виктором Назаровым и Александром Фабрициусом министр спорта России встретился со студентами и поздравил их с началом учебного года. Также Мутко побывал в манеже спортивного учреждения и пообщался с омской чемпионкой юношеской олимпиады фехтовальщицей Алиной Масейко. После министра посетил спорткомплекс «Красная звезда», училище Олимпийского резерва и Центр художественной гимнастики и пообещал особую поддержку в развитии омского региона. Сейчас наши взоры сюда уже на Восточную Сибирь, Урал и Дальний Восток. Теперь мы в программе уже 16-20 года и Уральский университет физической культуры и спорта, и Сибирский, и Дальний Восточный получат очень мощную поддержку. Мы планируем инвестировать за 16-20 год где-то около 8 миллиардов рублей в материальную базу. Омск будет здесь в приоритете, потому что это наш такой опорный вуз, и здесь есть успехи, здесь много учебных спортсменов. Ну, мы думаем, что в 17-17 году многие вещи здесь не узнаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова